Бывшее заводское общежитие полвека не видела ремонта. В этом году работы начались, теперь люди живут как на пороховой бочке. Крыша в этих домах на Наугорке давно слабое звено. Тут вот все уже, ну полправленный уже, можно сказать, вот здесь на этом месте. Не знаю, что нас ожидает в дальнейшем-то. Сколько можно вот так вот нам находиться в таком состоянии, все вот течет, все страшно смотреть. Все этажи поделали ремонт, мы не можем сделать из-за того, что у нас здесь течет. Шанс избавиться от осадков в своих квартирах жители получили в этом году. Начался долгожданный ремонт крыши. Дом попал в спецпрограмму, а потом случилось ЧП. 27 мая не выдержало крыши муниципального спортзала пристройки. Он располагался между двумя зданиями. Все к этому шло, говорили тогда жители. За содержание бывшего общежития малютки люди давно поставили коммунальщикам неуд. Ну подрядчик выполнил половину дома стяжки и покрыл одним слоем материала. Ну тут нюансы, то что несущие стены, вот размытая кирпичная кладка, это самый основной нюанс. Пока власти, силовой блок и фонд капремонта давали оценки ситуации и думали, что делать дальше, жители ждали решения под раскрытой крышей. Две недели назад в мэрии на совещании речь шла о необходимости продолжить работы на крыше. Препятствий якобы нет. Здесь бардак, неоднократно обращались мы к администрации ЖЭО, они спустя рукава размахивают, денег нет, ничего нет. Свернуть ремонт заставил дождь. Накануне жителям вновь пришлось бороться с потопом в квартирах и коридорах. Вот он на течет, притекает на второй этаж, с четвертого этажа. Сырость дома, потому что стена мокрая под обоями, обои идут и они не видны. Но чувствительность есть, что с сыростью дышать нечего. О ближайших перспективах домов и судьбе муниципального спортзала в интервью нашему телеканалу рассказал Александр Муромский. Да, официально дом был обследован. В заключении, которое выдала специализированная организация, информация о том, что дом находится в аварийном состоянии, нет. Поэтому дом подлежит ремонту и в дальнейшей эксплуатации. А муниципальный спортзал? За исключением части спортивного завода. Да, восстанавливать его будут или еще решение не принято? Восстанавливать там, по сути, нечего. Что ждет эти дома дальше? На горизонте масштабное обновление зданий. Управляющая компания не должна стоять в стороне, считают фонди. Стоимость работы на двух домах в общей сложности составляет 11,5 миллионов. Комплексный капитальный ремонт, он, конечно, запланирован на 2023 год. Так что только в 2023 году сюда фонд в следующий раз зайдет. А 11 это на крыше? Кровле. Да. Что бы вам хотелось сказать управляющей компании? Управляющей компании хотелось бы посоветовать провести дополнительное обследование несущей конструкции. И по результатам этого обследования принять меры к их сохранению и содержанию в дальнейшем. В общей сложности в этом году по программе ремонта Кровель обновят свыше 170 крыш. Более 70 в областной столице. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.